всем приветики хочу показать вам как правильно заваривать овсяную кашу ну вернее как это делаю я высыпаем овсяную кашу в тарелочку с таким дном чтобы можно было залить затем берем и заливаем кипяточком заливаем кипяточком хотя наверно многовато на 1 на это многовато кашу наложил в общем чем меньше вы нальете воды тем гуще она будет чем больше чем жижи это уже делается по вкусу как бы я люблю пожиже сильно густую я не люблю вот но она уже такая уже более-менее такая начинает завариваться вот такая вот каша правда здесь фокус учета как-то или это фокус такой есть так но это не все мы еще берем чтоб она была вкуснее я ложу туда еще сахар потому что без сахара она как-то не очень она какая-то такая ну не вкусная а с сахаром сахаром она будет по вкуснее ложки но 2 наверно маловато будет 3 наверно надо ну хотя тут уже по вкусу кто-то может наоборот сладкое не любит ему будет слишком ну ну две ложки будет много тоже сами одну может вам там ложка может вы варенье сюда добавите кстати да можно и варенье добавить и и масло всегда обычно добавляю чтобы она была такая более жирненькая ну вот в общем у меня есть кусок масла и и как раз таки его вещь такой можно и добавить туда с ним будет повкуснее пожирнее масло как говорится маслом кашу не испортишь я всегда добавляю в гречку и в и в овсянку ну в общем с маслом вкуснее даже даже гречка как ты ее вешай она прямо такая аж к зубам прилипает а с маслом и не прилипает и как ты вот когда много ешь гречки сухой наш прямо в горле застревает а с маслом так хорошенько так проходит так и здесь с маслицем она вкуснее ну у меня кстати еще и мед и есть можно сюда еще и мед добавить так сейчас мы этим займемся ну вот он наш мед можно даже и меда добавить еще туда что вкуснее но обычно я так не делаю обычно что я делаю засыпаю кашу завариваю кипятком ты таким образом чтобы она была более менее жиденькая добавляем масло чтобы она была такая более жирненькая в более вкусненькая ну и так как она сама по себе вкуса не имеет и когда ешь ешь она просто какая такая пресная добавляю 2-3 ложки сахара чтобы было просто слаще и приятнее есть вот ну а сейчас сейчас я даже впервые добавляю медик но с медом я думаю тоже будет вкусно потому что все-таки это мед о красиво как вообще но добавляем медика он так классно смотрится честно говоря по вкусу не знаю не будет ли там слишком горечь на потому что он мед немножко такой горечи добавляет но смотрится честно говоря аппетитно так красиво именно мед вот перемешаем все это ну и каша должна получиться после сахара и меда довольно таки хотя если я добавлял мед можно было сахар не ложить ну ладно попробуем думаю будет вкусно вот таким образом я завариваю себе овсяночку ну только что попробовал довольно таки нормально она во первых жиденько такая вот вот она прямо льется такая потом сахара особо не чувствуется хотя я положил две ложки чайные вот эти вот две ложки положил а вот мед чувствуется две ложки надо уже чувствуется именно вот вот когда ешь мед нас настоящий и чувствуешь чувствуется именно такая горечь как бы меда вот именно ее сейчас как бы я ощутил он чувствует такой вкус как бы горечь меда но чувствуете что маловато поэтому я добавляю еще вот ну и буду кушать так что да вот это вот хорошая получилась каша довольно таки каша масла кусочек масла 2 ложки сахара хотя сахара не мы наверно да все таки девушки сахара ну и три ложки мёда чайные ложечки но сахар я без горочки ложил а мед именно у тебя с горочкой мёд как бы особо с горочкой не возьмешь но если он как у меня немножко густой то можно захватить ложку что на не прямо такой большой кусочек ну вот как-то так она это все всем покидала и приятного вам аппетита если вы вдруг тоже кушаете